Пётр Логвин, несмотря на почтенный возраст, ему 88, активно участвует в увековечении памяти героев Великой Отечественной войны. Пётр Павлович родился в Могилёве 1934-го, а в 1944-м буквально бежал на фронт и стал настоящим сыном полка. А вниз идёт пехота, кавалеры и танки наши идут, то есть сплошная масса войск. Поэтому нам было непонятно, как оказалось, что буквально через три недели немцы штыки начали нам из дома выгонять. В 1999 году Пётр Логвин создал волонтёрскую группу «Помним своих героев». С того момента силами сообщества было реконструировано порядка 20 памятников в Звенигороде. «Наше движение получило три диплома за наши проекты. Проекты были осуществлены». Добровольцы не только ухаживают за мемориалами. Более того, они их создают. Так, в 2012-м активисты во главе с Петром Павловичем воздвигли поклонный крест в честь победы над Наполеоном. «Очень хорошо поработали. Они, во-первых, бетон дали, фундаменты. А я руководил как рабочий проект, как инженер строительства. Мне пришлось задачу исполнить в натуре». А это памятник бронзовый солдат. Он был возведён в 1947-м. Попасть к стеле можно со стороны Ратихинского шоссе. Табличка указывает на начало тропы. Пётр Павлович вместе с активистами проложили её самостоятельно в 2015-м. И заодно отреставрировали солдата. По данным официальных служб, уход за этим и всеми другими зарегистрированными памятниками на постоянной основе осуществляется муниципалитетом Звенигорода. «Этот памятник находится на балансе нашего муниципального учреждения. Мы за ним ухаживаем и в летний период, и в зимний. В зимний период очищаем сюда тропинки, соответственно, подходы. В летний период проводятся работы по окосу, проводятся работы по ремонту этого памятника». «Зачистили от старой штукатурки, загрунтовали, нанесли новую шпаклёвку. Сейчас опять грунтуем и готовим к покраске». Пётр Павлович считает, все памятники должны быть под присмотром государства. Даже самые, на первый взгляд, малые, но исторически важные. Лада Дудко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Лада Дудко, Денис Харламов.